Здравствуйте! В эфире программа Диалог. О ситуации на дорогах области будем говорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и задавайте ваши вопросы. Андрей Николаевич Горкуша, заместитель начальника управления ГАИ, начальник отделения дорожно-патрульной службы и профилактики милиции, общественной безопасности УВД Гомельского облсполкома. Родился в 1977 году в городе Гомеле. В 1996 году окончил Гомельский дорожно-строительный техникум. Высшее образование по специальности правоведения получил в 2008 году в ГГУ имени Франциска Скорины. Прошел службу в вооруженных силах. Службу в правоохранительных органах начал в 1998 году милиционером взвода патрульно-постовой службы милиции по охране военного городка Зябровка. В 1999 году пришел в ГАИ на должность инспектора дорожно-патрульной службы группы экологического надзора. С 2010 по 2015 год занимал должность начальника отделения ГАИ милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Гомельского райисполкома. На нынешней должности с марта 2015 года. На вопросы, которые касаются деятельности областных ГАИ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Андрей Николаевич, а сколько лет вы за рулем? Ну, за рулем я примерно около, ну, чуть более, вернее, 20 лет. И управляю, в принципе, все это время автомобилем. Скорость любите? Ну, как вам сказать, не то, что я люблю скорость, но, учитывая специфику своей повседневной деятельности, иной раз приходится ездить быстро. Ну, к этому сказать, быстро я езжу довольно аккуратно, поэтому... Скоростной режим не нарушаете? Вдали от глаз, вот поэтому это безопасно. А какое самое дальнее расстояние, которое приходилось самому за рулем преодолевать? Ну, сильно далеко я не езжу, не люблю это, ну, примерно до 2000 километров, где-то так. Скажите, пожалуйста, как характеризуется сегодня ситуация на дорогах области? Ну, за истекший период текущего года на дорогах области совершено 329 дорожно-транспортных происшествий, в которых 60 человек погибло и 340 получили ранения. Несмотря на определенный всплеск дорожно-транспортных происшествий в августе, ну, ситуацию мы все равно пока сдерживаем. И в сравнении с прошлым годом показатели, значит, минусовые пока. Пока минус у нас и в целом, в общем, по ДТП, и по погибшим, и по раненым. Пока ситуацию сдерживаем. Осень. Это традиционно время повышенной опасности? Да, именно так. Перемена погоды от теплого времени, значит, к более уже холодному периоду. Это всегда повышенное опасное, ну, более аварийное время. Это дожди, значит, водители, а также и пешеходы могут, значит, адаптироваться вовремя к этим условиям. Поэтому, к сожалению, совершаются довольно серьезные происшествия. Минувшие праздничные выходные спокойно прошли для областной ГАИ? Или были какие-то проблемные ситуации? Нет, праздничные мероприятия прошли удачно. Самое главное, что дорожно-транспортные происшествия при проведении именно праздничных мероприятий допущены не были. Люди не травмированы, а это самая главная цель госавтоинспекции. Сейчас в Гомельской области проводятся специальные мероприятия под названием «Пешеход». Скажите, пожалуйста, какие ошибки на дорогах допускает и эта категория участников дорожного движения? И, может быть, какие ошибки совершают водители против пешеходов? Ну, я бы эти ошибки подразделил, может быть, на две группы. Это ошибки, которые допускают пешеходы, и ошибки, которые допускают водители. Из ошибок, которые допускают пешеходы, можно выделить в первую очередь, это, конечно же, движение в темное время суток по проезжей части без свето-возвращающих элементов. Это основная причина, по большому счету, аварийности с пешеходами. Также переход по проезжей части в неустановленном месте. Опять же, в темное время суток переход по проезжей части. Опять же, без свето-возвращающих элементов. Ну, и зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Все эти недостатки имеют место и являются причинами совершения ДТП. Что касается водителей, это, конечно, основной недостаток. Это не пропуск пешехода. Когда пешеход, понимая, что он имеет преимущество, не смотрит на проезжую часть, переходит ее, ну, а водитель, отвлекаясь где-то в каком-то моменте от управления, не успевая среагировать, ну, вот вам и ДТП. Вот, по таким причинам, в принципе, у нас довольно тоже значительное количество происшествий совершается. Спасибо, Андрей Николаевич. В продолжение этой темы давайте посмотрим сюжет. Гомель, улица Косырь, 18. Едва припарковавшись, инспекторы батальона ДПС задерживают первого нарушителя правил дорожного движения. Проверка личных данных по базе через интернет и составление протокола. Сослаться на отсутствие документов или обмануть сотрудника милиции, назвав другую фамилию, не получится. Нас не может обмануть, ввиду того, что у нас вся имеется база данных гражданина. Назвав свои установочные данные, мы проверяем по нашему компьютеру и, соответственно, мы сравниваем его фотографию с той фотографией, которая у нас имеется в компьютере. Поэтому обмануть нас не получится никак. Это место в плане дорожного движения в чем-то даже уникальное. При наличии нескольких обозначенных пешеходных переходов, значительная часть граждан все равно стремится перейти проезжую часть в неположенном месте, будучи твердо уверенными, что с ними ничего не случится. Причем некоторые потом еще пытаются спорить с сотрудниками ГАИ. Правда, ни к чему хорошему это обычно не приводит. При вежливом обращении нарушитель может ограничиться предупреждением, хотя законом также предусмотрен штраф в размере от одной до трех базовых величин. Еще один вариант – посещение специальных лекций. Лекции, да, у нас бывают. Значит, в установленные дни у нас мы проводим, как говорится, профилактические беседы. Набирается количество людей, те, которые нарушили правила дорожного движения, они приходят на лекцию. В течение часа-двух проводится лекция, им показываются видеоматериалы. Специальный комплекс мероприятий «Пешеход» продлится по 25 сентября. Хотя это не значит, что потом нарушители останутся без внимания. А поэтому, чтобы не оказаться в базе данных нарушителей со всеми возможными неприятными последствиями, лучше выполнять правила постоянно. В конце концов, те пешеходы, которые попали в аварию, тоже вначале думали, что с ними ничего не случится. Всегда переходим и стараемся хоть и пройти там лишних 50-100 метров, но мы всегда пройдем по пешеходному переходу. Есть люди, конечно, да, видим, перебегают. Я думаю, встречаются такие, конечно. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель начальника управления госавтоинспекции Андрей Николаевич Горкуша. Правила перехода улиц нарушают все. Особенно, наверное, дети и пожилые граждане, которые часто непредсказуемо себя ведут, могут выбежать на дорогу, внезапно могут остановиться. Внезапно. А какие меры воздействия на таких пешеходов есть в арсенале инспекторов ГАИ? Так и есть. Правильно вы говорите. Конечно же, сотрудники зачастую принимают такую меру, как предупреждение правонарушений. Но не стоит забывать, что согласно требованиям статьи 18.23 за данные правонарушения есть штраф. Штраф от одной до трех базовых величин. Поэтому об этом стоит, конечно, помнить любому нарушителю. Поэтому нужно быть внимательным. Как правило, из опыта работы нарушают, особенно в городской черте, буквально в зоне видимости пешеходного перехода. То ли лень просто буквально дойти 5-10 метров до этого пешеходного перехода, либо это просто вот как-то вот нет еще пока сознания, может быть, такого, что нельзя нарушать. Потому что это и, собственно, здоровье, которое потом никто не вернет абсолютно, даже если вина будет водителя. Ну, это нужно понимать. Это нужно понимать. Андрей Николаевич, мы поинтересовались мнением гомельчан о ношении светоотражающих элементов на одежде. Давайте выслушаем. Конечно, необходимо. Это защита. Защита себя, ребенка. Особенно в темное время суток. Без него никак. Потому что, когда едешь за рулем, когда даже сама едешь за рулем, то хотелось бы, чтобы человек себя обозначил. И его было видно в темное время. А часто попадаются те, кто не обозначает себя? Бывает и такое. Бывает, но люди, наверное, не боятся. Обязательно. В зимнее время обязательно. Детям и взрослым. А в летнее? В летнее светло. Но вечером надо. А вы сами носите? Нашу, корма. Оторвался, да. Конечно, надо. Особенно, где движение, это самое большое. По-любому надо носить. А вы носите? Я не ношу, я сильно на пенсию. Это такая мера безопасности, которую, я думаю, требуют совсем. Особенно дети очень часто бегают. Здесь, тем более, плохо освещенная дорога. Ну, я думаю, с фликерами, конечно, детям будет намного безопаснее. Да и взрослым тоже. Я вообще не стыжу за тем, как все. Я сам по себе. Одеваю фликер, чтобы видно было в темноте и чтобы не сбили. Ради собственной безопасности просто одеваю все. Носим на школьном рюкзаке, на вещах в позднее время. Ну и в школу, конечно же. А сами тоже носите? А по ночам не хожу. Техника ходит, так это видно, что человек, как и действует с поляской. А вы почему не пользуетесь? А я уже старый, я наибольший домосельник. Мне вот 85-й год. Так я в этот год днем вот так пройду. И все. А так основное сижу в хате и все. Надо носить фликеры, когда идешь ночью. И когда дорог много. Фликеры надо носить обязательно. Без фликеров, когда ты будешь идти ночью, когда ты будешь переходить дорогу, тебя может сбить машина. Мы продолжаем разговор о дорожной безопасности и принимаем в студии прямого эфира телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Гомель Сергей Александрович. Очень плохо слышно у нас. Сюжет вы показали по Реченскому шоссе. Там магазин ГИПа промелькнул. Я слышал, в этом углу планируется подземный переход. Правда ли это? Спасибо. Если есть информация, сообщите еще, в каких углах таковые планируются. Подземные переходы? Да, да, да. Спасибо большое за звонок, Андрей Николаевич. Такая информация. На этом участке дороги подземный переход не планируется. Подземный переход может быть запланирован в этом году в центре города по улице Интернациональной. Но пока, опять же, трудно об этом говорить. Пока под вопросом. Спасибо. Андрей Николаевич, я бы хотела вернуться к теме фликеров. Вот как мы из запроса можем судить, самые сознательные, это как раз самые юные участники дорожного движения. А в действительности тоже так? Ну, по большому счету, так и есть. Но в целом, я вам хочу сказать, если даже вот сейчас вот брать, начинает темнеть намного раньше. Все-таки после лета граждане еще как-то слабо понимают, что все-таки, ну, это надо, это их небезопасность. Плохо очень используют световозвращающие элементы все-таки в городской черте. Он может быть действительно, может быть, и меньше необходим. Но в сельской местности, ну, иной раз радуется душа, когда сам выезжаю на обследование населенных пунктов. И в темное время суток едешь по сельскому населенному пункту, ну, граждане понимают проблематику. Абсолютно все, и взрослые, и дети носят, используют, кто на сумке, кто на рукаве, световозвращающие элементы. Ну, вот видите, какой аргумент приводят наши опрошенные. Я по ночам по улицам не хожу, но сейчас темнеет рано уже в 8 часов. В принципе, та самая ночь, то самое время, когда нужно себя на дороге обозначить. Ну, это опять, это должно быть какое-то понимание. То есть, ну, сотрудник ГАИ, он, выписывая штраф, не объяснит то, что, ну, это нужно не для сотрудника ГАИ. А, наверное, пока на месте водителя не окажешься и не увидишь своими глазами, что человека в темной одежде, в темное время суток, заметить практически невозможно, если вот он не носит фликер. Ну, так оно и есть, да. Любой водитель подтвердит, что, конечно же, фликер спасает жизни, и фликер помогает. Фликер помогает. И пожилым гражданам стоит, наверное, особенно задумываться, сколько бы ни было лет, 85 или 90, а жизнь стоит того, чтобы еще задержаться в ней. А велосипедисты обозначают свое присутствие на дорогах? Да, и сказать честно, тоже довольно часто уже на сегодняшний день видишь на дороге, когда едет иной раз, даже едет и семья на велосипедах, и не только велосипед оборудован в соответствии с правилами дорожного движения, а и сами велосипедисты, не только там какой-то светоровозвращающий элемент, к примеру, на руке, так, и надевают светоровозвращающий жилет. То есть понимают тоже, что это опасно, все-таки это дорога, это темное время суток. Поэтому понимание есть, поэтому работаем, сказать честно, непросто. Ну, то есть, ну, радость от того, что мы делаем какое-то правильное дело. В воскресенье в Гомельской области пройдет благотворительный велопробег. Как вы к таким массовым мероприятиям относитесь? Положительно отношусь. К сожалению, я с учетом специфики своей работы буду выполнять другие задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, кстати, при проведении этого мероприятия. А риск велик, вот в данном случае, когда десятки велосипедистов выезжают на дорогу? Да, но все-таки вы понимаете, что все-таки это город, это большое количество транспорта. Конечно, риск есть. Поэтому я и очень большое количество сотрудников, мы будем работать, обеспечивать безопасность велоколонны, ну и всех желающих провести это время на велосипеде. Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы предложить желающие, пожалуйста, в воскресенье у Ледового дворца к 10 часам можно себя зарегистрировать, а в 11 часов уже начать движение в колонне по маршруту в городе Гомеле. Поэтому довольно интересное мероприятие. А по опыту проведения прошлого подобного велопробега, все ли гладко? Только ли положительные эмоции остаются от того, что... Ну, каких-то происшествий, конечно же, мы не допускаем. Это просто невозможно. Спасибо, Андрей Николаевич. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по дорожной разметке, кому можно обращаться? Вот в 104-м микрорайоне улица Северная и поворот на улицу Оськина. Ямочный ремонт весной проводили дороги, но дорожную разметку не обновляли. И, допустим, сплошной линии не видно. Хотя в прошлом году, когда полностью меняли, там делали заезд в магазин, полностью меняли всю разметку, так вот старая разметка видна даже местами лучше, чем новая, которую наносили после заезда в этот магазин. Спасибо. Спасибо за ваш сигнал, можно сказать. Мы его обязательно сейчас зафиксируем. Кстати, оставайтесь, пожалуйста, на связи, и мы вам обязательно отправим ответ и, конечно же, прореагируем. Большое спасибо за звонок. Широкий резонанс получил случай, когда в Минске велосипедист избил пешехода за то, что тот шел по велодорожке. А вообще в практике у нас, в Гомельской области, конфликты между разными категориями участников дорожного движения, вот велосипедистами и пешеходами, это частое явление? Ну, слава богу, в нашей стране это вообще нечастое явление, поэтому я бы хотел сказать, что, может быть, здесь надо как-то глубже смотреть на ситуацию. Конфликт, он, возможно, начал расти не в этом месте, где мы видим по интернету эту картинку, где это все произошло. По интернету мы видим картинку, а сам конфликт, он произошел, возможно, по месту работы, в семье. А то, что мы видим в интернете, это уже была просто, можно сказать, нажата кнопка, где какие-то конфликтные ситуации взорвались. Андрей Николаевич, потенциально в этой ситуации находится достаточно большое количество людей, потому что и мамы с колясками, и с маленькими детьми, которые в любой момент могут куда-то дернуться, должны почему-то опасаться того, что на огромной скорости мимо них проносятся порой велосипедисты. Конечно, не все себя так ведут, но достаточно часто, и в этом можно убедиться, просто выйдя на улицу Пушкина или на Пионерский сквер. Ну, знаете, здесь, конечно же, должно быть какое-то взаимоуважение участников дорожного движения, пешеходов и велосипедистов, в данном случае так, про которые мы с вами говорим. Поэтому пешеход должен понимать, что на этом участке, по которому он идет, равноправно может проехать велосипедист. Велосипедист должен понимать, что пешеход где-то тоже, может быть, не обратит внимания, начнет изменять свое направление движения. Поэтому соответствующая должна быть скорость. Ну, опять же, я вам говорю, это все вопросы в понимании, в понимании обстановки. А инспекторам ГАИ приходится давать какие-то замечания юным велосипедистам? Наверное, все-таки молодежь этим больше грешит скоростью, непозволительной в населенном пункте. Ну, ситуации различные бывают, поэтому сотрудники ежедневно, конечно же, работают, делают и замечания, и предупреждения. И, опять же, мы уже с вами об этом говорили, привлекают к административной ответственности. Это работа ежедневная. Территория парка, она закрыта для катания на велосипедах? Закрыта только верхняя часть парка. А вот нижняя набережная, она открыта, поэтому, опять же, обращаясь к пешеходам и к велосипедистам, уважать, пожалуйста, друг друга. Потому что, ну, парк нужно понимать, что это какое-то духовное место для нашего города. Очень много пожилых людей приходит туда посидеть, отдохнуть, подышать воздухом. Ну, соответственно, велосипедист на таком же праве тоже может прокатиться, посмотреть. Ну, нужно понимать и уважать друг друга. Ну, мне кажется, набирает скорость уже в любом случае там, где могут быть дети, где достаточно такое загруженное движение, не стоит. Ну, ни при каких обстоятельствах. Конечно, я с вами полностью согласен. По субботам на участке Восточного обхода специально как раз вот освобождают улицу для велосипедистов, лыжероллеров. Насколько эта возможность оказалась востребованной? Да, ну, так называемые велосубботы, мы начали их проводить в прошлом году. В этом году довольно востребованно, вы знаете, уже просто-напросто с семьями переезжают, выезжают не просто на велосипедах и на роликовых коньках и так далее. Я думаю, что мы продолжим и перед городскими властями будем ходатайствовать, чтобы и в следующем году мы в таком же режиме работали и предоставляли гражданам возможность, значит, покататься на каком-то участке и чувствовать себя самой главной безопасностью. Ну, вот уж где можно набрать скорость, вот там. Вот именно, да. Там, пожалуйста, и набирайте. Скажите, пожалуйста, как ГАИ обеспечивает безопасность детей, которые пошли сейчас в школы и которые, наверное, после лета еще не очень адаптировались к городским условиям? Ну, буквально, значит, недавно, ну и в принципе, ежегодно проходит мероприятие специальной операцией «Внимание, дети!», в рамках которой не только сотрудники госавтоинспекции, а и в целом сотрудники милиции общественной безопасности принимают активное участие в профилактической работе среди детей, посещают школы, все школы без исключения, проводят тематические встречи, профилактические беседы, где-то проверяют знания правил дорожного движения детей, так. Не только сотрудники милиции, учреждения образования, те же учителя активно, значит, в начале учебного года также принимают участие в этих мероприятиях. Сотрудниками госавтоинспекции проводится целый комплекс мероприятий, обследуется уличная дорожная сеть вблизи школ, составляются предписания, если выявляют какие-то недостатки. Проверяется транспорт, который осуществляет подвозы к детей, но это в основном сельская местность, к школам. Также проверяются маршруты движения этих автобусов, которые перевозят детей. То есть огромнейшая кропотливая работа. Да, и внимание самое пристальное к этой категории участников дорожного движения. И это обоснованно, это оправданно. Но как у нас меняется статистика происшествий с участием детей? В текущем году с участием детей совершено 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых один ребенок погиб, и 34 получили ранения различной степени тяжести. В сравнении с прошлым годом на 4 дорожно-транспортных происшествий совершено больше. Но вот если брать в разрезе за последние 10 лет по анализу, то отмечается снижение. Да и в разы, в принципе, если взять 2000 год, то дорожно-транспортных происшествий было более 100 с участием детей. Ну, соответственно, было намного больше количества... А кто виноват, Андрей Николаевич, вот в этих происшествиях? Потому что даже одно, даже смерть одного ребенка, это уже трагедия. Ну, в основном, конечно, родители, родители, которые перевозят детей, где-то не соблюдают какие-то правила, в том числе и по порядку перевоза детей. То есть это даже не дети-виновники этих происшествий, а виноваты их родители, которые сами попали в ДТП и пострадал ребенок. Будучи пассажиром. Будучи пассажиром. Но есть, конечно, дорожно-транспортные происшествия, когда все-таки ребенок выбегает. В основном, как правило, это на остановочных пунктах выбегают из стоящего троллейбуса, автобуса. Хотя мне кажется, что вот год от года дети наши становятся все более сознательными, все более в этом смысле осведомленными. Именно так, потому что работа еще... Это результат, да, огромная работа. Это кропотливая работа. И не только сотрудников милиции, но это и сотрудников других соц. И школы. Андрей Николаевич, спасибо большое. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Обязательно нужно на лесопеду зеркаловидимости. Зеркала? Да. На велосипед? Да. Это все, что вы хотели узнать? Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо за звонок. Да, действительно, согласно правилам дорожного движения, велосипед должен быть укомплектован. Зеркалом заднего вида, а также фонарями спереди белого, сзади красного цвета. Поэтому, да, это прописано в правилах дорожного движения. Извините, это нужно соблюдать. Это все-таки ваша безопасность. Но требования серьезные. Я, честно говоря, довольно нечасто видела. Так вот укомплектованное, особенно в сельской местности, оборудованный велосипед. Почему? В основном, конечно, да, да, да. В основном, велосипеды укомплектованы, и каких-то особых проблем в этом нет. Спасибо большое. Давайте продолжим. Категория водителей, которые, наверное, больше всего головной боли доставляют. Это нетрезвые водители. Что статистика говорит об этом виде нарушений в Гомельской области? Значит, в городе Гомели на сегодняшний день, ну, за текущий год уже выявлено более 500 нетрезвых водителей. Эта цифра превышает уровня прошлого года, потому что по прошлому году было выявлено 480 нетрезвых водителей. А в целом по Гомельской области отмечается снижение выявлений нетрезвых водителей. Ну, вместе с тем хочется отметить, что и количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей снижено на 50%. Я лично считаю, что по большому счету это должно быть так. Должно быть определенное снижение. Все-таки какие-то нормы увеличиваются, ответственность и так далее. Ну, и опять же, работа по выявлению этой категории участников дорожного движения, эта цифра и должна снижаться. Если она не будет снижаться, по большому счету, можно сделать вывод, что мы делаем что-то не так. Спасибо. Следующий вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышим вас. Я из деревни Милышевич, Лельчинский район. У нас, значит, дорога проходит по центру деревни. И тротуар находится с одной только стороны дороги, тоже по деревне. Он не широкий, где-то полтора метра. И сейчас, вот, не знаю, в последнее время милиция, значит, ГАИ штрафует велосипедистов за то, что, ну, в основном же в деревне ездят на велосипедах, чтобы ездить по дороге. Говорят, что надо ездить по тротуару. Тротуар не расчерчен и находится только с одной стороны. Со второй стороны дороги нету тротуара. И там, значит, ходят пешеходы, не расчерчен, знаков никаких нету, что это велосипедная дорожка. У меня такой вопрос. Ну, правильно ли поступает ГАИ, что штрафует велосипедистов? Спасибо большое. Я думаю, что ваш вопрос актуален. Спасибо. Ну, каждый случай, он индивидуален, поэтому я вам просто предлагаю в районы АГАИ обратиться с заявлением, чтобы более детально разобрать эту ситуацию. Но, в целом, могу вам сказать, что при наличии тротуара движение только по тротуару. Если только, значит, может еще двигаться велосипед и по проезжей части при наличии тротуара, но только в том случае, если какая-то есть, значит, особенность, что велосипедист просто-напросто не может двигаться по тротуару. А если с одной только стороны тротуара? С одной стороны дороги? То есть, смотря в каком направлении двигается велосипедист? Да, смотря в каком направлении двигается велосипедист. Ну, тогда не могут штрафовать. Ну, я же говорю, это каждый случай, он индивидуален, поэтому здесь надо более детально разбираться. А вряд ли кто-то захочет на месте разбираться и доказывать свою правоту или не правоту. Ну, вот вы бы что порекомендовали в данном случае? Ну, я, как уже говорил, я вот этой женщине, необходимо обратиться в район УГАИ, ну и, соответственно, по этой ситуации там посмотрят материал, ну и дадут грамотно, квалифицированный ответ. Как все-таки двигаться, с какой стороны по тротуару? Ну да, кого там, кого как привлекли, ну, я думаю, что в этой ситуации... А распространенная ситуация, мне кажется, в населенных пунктах во многих? Ну, сказать честно, чтобы очень много приходило... Подобных обращений нет у вас? Да, обращений, то нет. Скажите, пожалуйста, для скольких человек вождения в нетрезвом виде закончилась конфискация автомобиля? В текущем году примерно 36 возбуждено уголовных дел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года. Ну, из вот этих 36 примерно 20 автомобилей уже конфисковано. При этом стоит помнить, что конфискации подлежит автомобиль без разницы, собственник это был... То есть, собственник управлял автомобилем, либо не собственник. Меры становятся жестче, я надеюсь, что все-таки это приведет к своему результату, к тому, что подобных случаев, ну, будет какое-то самое минимальное число, потому что, наверное, искоренить их совсем просто невозможно. Ну, будем надеяться. Такая человеческая натура, есть определенные недостатки у людей. О хорошем давайте поговорим. О том, что Гомельская госавтоинспекция очень активно внедряет технические новинки в свою работу. Расскажите нам об автомобильном симуляторе для обучения контр-аварийному вождению. Он уже в деле, уже используется? Да, у нас появился такой, можно сказать, автотренажер. Довольно интересное оборудование. Он у нас уже, да, в деле, и мы его будем использовать при проведении каких-либо мероприятий профилактического характера. Тут любой гражданин, вообще в целом, хотелось бы сказать, этот тренажер состоит из, ну, похоже, как кабина автомобиля, то есть сиденья, руль, рычаги управления, педали, соответственно, ну и соответствующая компьютерная программа, которая, значит, созданы, в которой созданы определенные реальные условия управления транспортным средством, ну, с какими-то осложнениями, которые могут случиться с каждым водителем на дороге. То есть какой-то проезд какого-то сложного перекрестка или там в неудобном месте переход проезжей части пешеходом. Поэтому, по большому счету, при проведении любого профилактического мероприятия, любой водитель, любой категории, любого возраста может в этот автотренажер присесть, ну и попробовать себя в знании правил дорожного движения, ну и, соответственно, посмотреть по навыкам вождения. Ну, возможность, да, мне кажется, достаточно ценная для новичков, особенно, чтобы отработать свои действия не в реальной экстремальной ситуации, когда она уже перед тобой и времени у тебя нет, а вот на таком тренажере. Камеры фотофиксации. Расскажите, пожалуйста, вот насколько они эффективно работают и ведут ли себя более дисциплинированно водители на этих участках? В основном ведут, конечно, дисциплинированные, но местные жители, которые знают, где эти камеры расположены. Я вам хочу сказать, что 38 камер, установленные на территории Гомерской области, ежедневно они фиксируют около тысячи нарушений. То есть, нетрудно сосчитать, это примерно каждая камера 25-26 нарушений фиксирует. Поэтому, хотелось бы обратиться к водителям, быть повнимательнее, когда особенно посещаете какой-нибудь другой город, куда-то далеко направляетесь. Будьте внимательны, смотрите, конечно, на дорогу и соблюдайте правила дорожного движения. Ну, да, этим никогда не стоит пренебрегать. Андрей Николаевич, есть у нас вопрос на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите погромче. Здравствуйте. И у меня вопрос. Как вообще контролируется движение транспортного средства в сельской местности? Андрей Николаевич, вы расслышали? Еще раз. Повторите, пожалуйста. Как вообще контролируется движение транспортного средства в сельской местности? Уточните, какого транспортного средства, каким образом контролируется? Ну, легковых автомобилей как вот ездят? Вот у нас, например, вообще... Никак? Да. А где вы живете, в каком районе? Агрегородук. Какой район? Агрегородук Рицка. Уридская? То есть я так понимаю, что довольно часто вы становитесь свидетелем каких-то нарушений правил, да, водителями. Андрей Николаевич, расскажите, пожалуйста, да, как работают районы. Я себе спасибо за звонок и спасибо, можно сказать, за сигнал. Я себе обязательно возьму на заметку. Я думаю, что в ближайшее время мы более серьезно отработаем этот населенный пункт, чтобы, наверное, люди увидели сотрудника госавтоинспекции там. Ну, создается впечатление, значит, у местных жителей, что как-то недорабатывает, и мало внимания уделяет, если там есть какие-то повторяющиеся нарушения, если водители себе позволяют, наверное, лихачить там, где не стоило бы. Обратим обязательно внимание, не оставим без ответа. Спасибо большое. Еще одна техническая новинка – это переносные светофоры. Где и как они используются? Минувшие выходные, значит, при праздничных мероприятиях использовался один объект светофорный на площади Ленина, а второй по улице Мазурова. Они неплохо себя показали, и я думаю, что, опять же, будем рассматривать вопрос еще, значит, приобретения такого рода объектов. Ну, это помощники для сотрудников ГАИ. Андрей Николаевич, сколько единиц транспорта сегодня на дорогах в Гомельской области? В настоящий момент более полумиллиона зарегистрировано транспортных средств в Гомельской области. И за последние 10 лет прирост составляет более 35%. Это примерно где-то 140 тысяч транспортных средств. Довольно большое количество. И, ну, этот процент растет. То есть, транспортные средства, ну, количество транспорта увеличивается. А трудности с движением в часы пика? Это пока особенность только Гомеля, или она уже характерна и для других населенных пунктов? Ну, к сожалению, и для других населенных пунктов такие проблемы имеют место. Ну, к сожалению, у нас все предприятия, организации, соответственно, работают в определенное время, начинают работать и заканчиваются. Соответственно, конечно же, граждане пытаются в одно и то же время попасть на работу, так и после окончания рабочего дня в одно и то же время попасть быстро домой. Поэтому, конечно же, случаются такие, можно сказать, ну, ситуации. А завтра как раз пройдет день без автомобиля, вы на работу будете добираться как? Ну, учитывая специфику своей деятельности, к сожалению, мне необходим автомобиль. Каи, то есть, да, нет, кажется, на велосипеде не поедет. Да, на велосипеде мне нет возможности. Андрей Николаевич, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. К сожалению, уже наше время в эфире закончилось. Большое спасибо. Заместитель начальника управления ГАИ Андрей Гаркуша был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и берегите себя, пожалуйста. Спасибо вам за внимание.